здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня отличный денек был температура прогревалась до плюс 27 согласно моего компьютера и сейчас температура у нас 24 градуса это для тех кто интересуется погодными режимами монреале кстати по поводу погодных режимов монреале уважаемые зрители когда вам что-то хочется узнать по поводу того по каким городам мы ездим и вообще где все эти видео снимаются пожалуйста не сочтите за большой труд заглядывать в раздел о канале или там по-английски about наверное написано и прочитать собственно информации по поводу автора канала по поводу того где он живет для того чтобы не задавать эти самые глупые вопросы в очередной китайский раз честное слово уже не смешно когда там не знаю 1500 человек все это дело спрашивает ну да ладно сегодня по поводу дня вопрос связанный с английским языком меня спрашивают насколько диалектные различия велики в канаде насколько есть проблема того что людей там из одной канады очень трудно понять другой части команд что по этому поводу я могу сказать ну на самом деле канадский язык очень часто сравнивают с американским языком это не удивительно потому что канадский английский как и американский английский прошли долгую и очень похожую историю развития в отрыве от материнского акцента дать от материнского языка то есть вы помните да что первые колонии появились в шестнадцатом веке в конце шестнадцатого века на территории северной америке англичан и соответственно с этого момента берет свое начало североамериканский скажем английский язык который очень долго на протяжении там ну трехсот с хвостиком столетий варился в собственном соку и никаких больших влияния со стороны европейского английского не имел да и поэтому если мы говорим по поводу того почему скажем австралийский английский или новозеландский английский или южноамериканский английский почему они ближе по звучанию да к британскому английскому а вот североамериканский английский он гораздо дальше по звучанию от британского английского именно потому что североамериканский английский развивался вот что такое вот и красный куда найдет еще с палочкой там Потому что эти языки, я имею ввиду акценты австралийский, новозеландский и южноамериканский, они стали развиваться отдельно от британского языка всего там 150-200 лет назад. В то время как, как я уже сказал, канадский и американский, английский, они начали развиваться в отрыве от материнского языка 400 лет назад. Теперь, собственно, непосредственно к нашим акцентам. По большому счету разделяют две большие разницы, если мы говорим про канадский и английский. Это английский, который в атлантических провинциях, и английский, который находится на другом конце. Это Британская Колумбия, Альберта, ну и некоторые отличия есть еще в прериях. В принципе, это три больших региона, три большие части страны, и они также могут объединяться по языковому признаку. В чем принципиально большое отличие? Принципиально большое отличие заключается в том, что, если мы говорим про центральную Канаду, то есть, которая обычно представлена главным образом, ну и что? Которая обычно представлена Торонто, да, Онтарио, то он считается таким классическим английским. Почему? Потому что, почему так получилось, да, потому что после Американской революции несколько десятков тысяч, по-моему, порядка 50 тысяч лоялистов бежали из США на территорию современной Канады, потому что они не хотели разрывать свои отношения с британской короной. И такой большой приток, а для того времени это огромный приток носителей языка, привел к тому, что те стандарты языковые, которые существовали в Штатах на конец 18 века, они, собственно, получили распространение и на территории Канады. Поэтому современный классический канадский, он очень близок по своему звучанию тому, что называется Midwest State, да, то есть, в принципе, это считается классическим американским, когда людей обычно выбирают на роль ведущих на телеканалах или на радиостанциях, обычно стараются брать людей, именно на центральных, обычно стараются людей брать именно с этим акцентом. Поэтому те, кто растит своих детей на территории Торонто, в Онтарио, они счастливчики в плане того, что они говорят на таком каноническом, можно сказать, североамериканском английском. Теперь, что касается, значит, Монреаля. Монреаль тоже как бы особая совершенно территория, потому что в Монреале, в городе, который находится в Квебеке, английский язык является языком меньшинств, да, язык лингвистического меньшинства. И поэтому, находясь в окружении французского языка, англичане, англофоны, которые живут здесь, они немножко по-другому произносят разные звуки, иногда они грассируют где-то в чем-то, иногда появляется какая-то мягкость, характерная больше для французского языка. Ну, то есть, есть свои нюансы. Я на эту тему буквально давно разговаривал с своей коллегой. Она итальянка, которая родилась и выросла, ну, то есть, из итальянской семьи, которая родилась и выросла здесь, в Монреале. И мы по этому поводу Синерга Гаррина говорили, что да, вот у нас есть разные отличия в произношении разных звуков, она давала примеры всякие разные, боюсь, что мои фонетические таланты не позволяют продублировать то, что она сказала, поэтому просто я вам говорю как факт, что есть нюансы в произношении тех или иных вещей. Если говорить по произношению, да, то есть, опять же, отличия в английском, в Новой Шотландии и на Лабораторе, потому что там было огромное, большое очень движение, и, как бы, большое очень количество людей селилось с территории Ирландии и Шотландии, и некоторые звуки, некоторые слова, они до сих пор произносят так, как, допустим, произносят в своих фильмах Шон Коннери. Там слова типа как «car», «war» и так далее, они произносятся с таким ярко выраженным ирландско-штатландским акцентом. Что еще, что еще, что еще интересно? Ну, наверное, в принципе, в большом счете, все, что хотел сказать по этому поводу, сказал. Единственное, что в последнее время, вот с развитием телевидения, интернета, с приходом глобализации в наши дома, мы наблюдаем унификацию, унификацию языков, акцентов там и так далее. Англоязычный мир, он приходит к какому-то общему знаменателю. На самом деле, эта история очень похожа с тем, что происходит с французским языком, но это отдельная совершенно история. А что касается английского, то вот эти вот фильмы, передачи, компьютерные игрушки, которые повсеместно распространены во всем англоязычном мире, в принципе, это продукт абсолютно на все страны, приводят к тому, что молодежь все больше и больше говорит с неким таким унифицированным акцентом. Невозможно, конечно, сказать, что они там бац, все перестроились, говорят одинаково. Нет, конечно. Но филологи, которые занимаются изучением эволюции английского языка, они говорят, что есть тенденция, причем ярко выраженная, и если в этом ключе все будет продолжаться, то не исключено, что где-нибудь лет через 50, через 70, все англофонные страны придут к какому-то одному, по крайней мере, молодое поколение, естественно, будет говорить на каком-то плюс-минус похожем с точки зрения акцента, с точки зрения словаря и так далее, языке. Это вот последняя вещь, которую я хотел сказать. Ну, в качестве последнего резюме, да, это то, что есть ли такая проблема, что человек, который живет где-нибудь в Ванкувере, может не понять человек, который живет где-нибудь в Монреале или в Галифаксе. Такого, слава богу, нет, и все, в общем и целом, друг друга понимают, без каких-либо сложностей и так далее. Все, пожалуй, все на этом. Да всем откланиваюсь, всем отличного дня и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok